Отец, мы прославляем и благодарим Тебя за нашу жизнь. Мы благословляем имя, освободившее нас. Во имя Иисуса. Аминь. Повернитесь и пожмите руку двум или трем людям, прежде чем сядете на свое место. Благословите кого-то. Скажите им, что вы любите их в Господе. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Аминь. Позвольте мне дать вам небольшую подсказку. Вспомните прошлое. Не сосредотачивайтесь на том, чего у вас нет. Ваш Небесный Отец знает, что вы имеете нужду в этом. Но Он дает это вам не просто для того, чтобы восполнить ваши нужды. Он дает вам все, чтобы вы наслаждались жизнью. Но вы не должны использовать людей, чтобы получать вещи. Нет, нет. Вы используете вещи, чтобы благословлять людей. Самым важным на земле в глазах Бога всегда было благословение. Но, брат Копланд, как вы можете говорить, что это важнее Иисуса? Я не сказал, что это важнее Иисуса. Я сказал, что для Бога это было самое важное на земле. Потому что Иисус пришел, чтобы вернуть благословение тем, кому оно принадлежало. Аминь. Благословение Авраамова – это благословение, возвращенное по Завету. Помните, во время сотворения в книге Бытия, когда Бог сказал «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Наполнять означает бесконечно обеспечивать. Именно так было сотворено тело. Оно так же работает и сегодня. Все клетки вашего тела заменяются каждые 7 и 11 лет. До грехопадения они должны были каждый раз становиться совершенным. И вы бы продолжали наполняться. Земля должна была наполняться. Все живое, все, что сотворил Бог, было сотворено с потребностью в питании. Он сотворил вас, чтобы вы нуждались в питании. И Он сотворил то, что вам нужно для питания. Ваш дух должен питаться. Ваш разум должен питаться. Ваше тело должно питаться. Аминь. Но Бог сотворил ваше тело. Оно отличается от других тел, от всего остального, что Он сотворил. Вы возглавляете список. Вы сотворены по подобию самого Бога. Поэтому пища, сотворенная для вас, уникальна. Ваше тело сотворено так, чтобы распознавать пищу. И оно знает, что с ней делать. И когда вы начинаете есть, питаться тем, что ваше тело не распознает как пищу, тогда возникают проблемы. Оно не распознает алкоголь как напиток. Оно не распознает генетически модифицированную пищу. Химическая цепь не совпадает. То есть это не пища. И когда тело ее видит, оно не распознает ее сразу же. Ваше тело не знает, что вы едите, пока вы это не съедите. И у вас должно быть достаточно здравого смысла, чтобы принимать решение. Съесть картонную коробку или что-то питательное в ней. Вы должны соображать. Я прожил более 30 лет и этого не знал. И многое продается в магазине как пища. Но ваше тело не распознает это как пищу. И потом у него возникает проблема с тем, что с ней делать. Тело переполняется этим. И не может от этого избавиться. Тело не может переварить это достаточно быстро, чтобы избавиться от этого. Оно начинает сохранять это где-то. И вы начинаете это носить. Прежде всего, этот процесс никогда-никогда не должен был произойти. Пища, которую вы употребляете для своего физического тела, должна быть в точности для вашего физического тела. Пища, которую вы употребляете для вашего разума, должна быть в точности для вашего разума. Сказки, истории, фантазии Ваш разум не будет этим питаться Он это примет, но не получит от этого питания Ваша душа должна производить силу воли И только то, что вы ходили в школу и выучили там цифры Ничего не значит, потому что без мудрости Божьей Вы не знаете, что делать с этими цифрами Так что ваша умственная пища должна быть точно для вашего разума Поэтому начните с Библии Начните со Слова Божьего А как насчет вашего духа? Религия — это генетически модифицированная духовная пища Ваш дух примет это Но эта пища не будет подходить И он не будет знать, что с ней делать И тогда это переходит в вашу душу И ваш дух становится спящим Почти Но со словом живого Бога С целью действовать на его основании И жить по результатам этого Ваш дух начинает питаться этим И насыщается Аминь Ну, брат Копланд, это слишком упрощено А Бог ничего и не усложнял Нет Усложнилось все, когда мы начали пытаться быть Богом Поскольку мы не были способны принимать решения Мы должны были следовать за Ним И тогда Он говорил бы вам И вы учились бы от этого И на этом бы основывались ваши последующие решения Когда вы что-то не знаете Имейте достаточно здравого смысла Чтобы обратиться к Нему Адам с Евой первые совершили такую ошибку Они не поняли, что это за дерево Они не поняли, что это за плод Но, брат Копланд, почему Бог им не сказал? А что тут непонятного? Не ешь это И вот опять же Первый грех, конечно, был неповиновением Слову Божьему Но не это принесло смерть в жизни человека Это открыло двери перед сатаной Чтобы он воздействовал на Него Но грехом была кража Этот плод Ему не принадлежал Ему сказали, что Он Ему не принадлежит Он принадлежал Богу Бог мало что объясняет Для того, чтобы заставить вас слушаться Если бы Он объяснил, Он бы не достиг своей цели И вы бы действовали не в вере А в естественном мире Он вам говорит А вы своим послушанием должны сделать это верой А когда вы связаны с Ним верой Тогда вы начинаете учиться Потому что у вас есть с Ним связь Вы слушаетесь Бога Особенно в том, что касается вашей десятины и даяния Потому что в этом вы связаны И сейчас задумайтесь над этим Что Он делает с вашей десятины? Кладет в карман? Нет, Богу и так не нужны ваши деньги Что же Он делает с вашей десятиной? Вы инвестируете в Него Бог в ответ использует ее Для вашего духовного развития Он тратит их на вас Тратит на вас И благословение И есть то наполнение Восстановление всего на земле Всех живых существ И всего живого Всего, что человек должен питать И о чем должен заботиться С помощью любви Божьей Веры Божьей И благословения Божьего Благословение И было наполнением Благословение было той Творческой силой Божьей Которая бесконечно Должна была заменять все Что уже было использовано Для жизненных целей Это благословение Это благословение должно было Восстанавливать жизнь растений Которые использовались в пищу Это благословение было Самым важным для Бога на земле Поскольку это была Сама жизнь Божья Которая наполняла Навсегда сохраняла жизнь Питала все живое Это такая сделка Я хочу, чтобы вы вместе со мной Открыли Шестую главу первого послания Тимофея Семнадцатый стих Богатых в настоящем веке Увещевая, чтобы они Невысоко думали о себе И уповали Не Не уповайте Не уповайте на это И именно тогда вы начинаете это терять Знаете, почему вы начинаете терять деньги и вещи? Когда начинаете уповать на них Потому что каждый раз, когда в экономике Начинает происходить спад Она не может поддерживать себя Это неизбежно Экономика терпит крах И когда такое происходит Вы начинаете цепляться за вещи Потому что в них ваша безопасность Но Наш источник Бог Деньги не являются источником силы Деньги должны обмениваться на товары и услуги А до того они ничего не стоят Они промежуточное средство обмена Но когда вы наделяете их силой Вы делаете это из-за страха А не из-за веры Как бы то ни было Здесь написано Чтобы мы не уповали на богатство неверное Но На бога Живого Слава Боже мой Дающего нам все Обильно Сколько? Все Чтобы восполнить ваши нужды? Нет Здесь сказано не так Не смотрите на меня Смотрите на это Дающего нам все Обильно Для наслаждения Вот для чего ваша машина Вот для чего ваша одежда Они не просто для того, чтобы прикрыть вашу наготу Нет Для наслаждения Иисус пришел Чтобы вы имели жизнь И имели с избытком И он сказал Придите ко мне Я дам вам мою радость Радость Которую никто не сможет у вас забрать Придите ко мне Я вас успокою Придите ко мне Я сниму с вас бремя Если вы прекратите все время плакать Пытаясь поразить Бога тем Как вам больно О Боже Разве ты не видишь Что я нуждаюсь в новом том-то Я нуждаюсь Так вам не выманить у него ничего Он не прислушивается К этому Он прислушивается К вашему сердцу Аминь Но это совсем не то Что говорила нам религия Сатана не изобретал Красивые вещи Они были в Эдемском саду Золото не лежало под землей Пока за дело не взялся сатана Золото в земле Хавила Было уже хорошее И оно лежало на поверхности земли Но более того Люди были одеты в славу Божью Боже мой Так это сотворил Бог Но люди смотрят на это и говорят Ну, это был Эдемский сад В Божьем уме Это было начальным уровнем Худшим Что когда-либо будет у человечества Некоторые смотрят на меня с вопросом Что? Позвольте мне вас спросить Сказано об этом в Писании Или нет? Разве не сказано? Но, как написано Не видел того глаз Не слышало уха И не приходило то на сердце человеку Что приготовил Бог любящим его Говорю вам С точки зрения Бога Эдемский сад был лишь временным местом Следующим этапом после него Были звезды Зачем, по вашему мнению Он все это сотворил? Однажды кто-то спросил брата Робертса Мы были, кажется, в Детройте И какой-то журналист из газеты Или кто-то еще Буквально выпалил ему в лицо Вы верите в жизнь на других планетах? И Орел Робертс Если вы его знали Это просто ошокировало его Он делал такое выражение лица И начинал подразнивать Он сказал О, на самом деле я не знаю Но если им нужен Искупитель То это Иисус Аминь И кто-то спросил Зачем Бог поместил это золото В Эдемский сад? Он знал, что им в конце концов Понадобятся улицы И Джесси говорил Для Евы Чтобы она за него что-то покупала Наш ум должен быть обновлен в том, что касается отношения Бога, Его целей и Его планов Его устремления, аминь Потому что в этом весь Он Бог есть любовь Он свет И Он благодать И Его благодать Корень всего Когда вы это усвоите И будете ходить с Ним Его путем Вам никогда не будет трудно исправиться Он никогда не бывает злым Дьявол посеял этот вздор Пытаясь заставить нас держаться подальше от Бога Бежать от Него Когда мы грешим Не делайте этого Бегите к Нему, когда согрешили Аминь Потому что Бог узнает о вашем грехе Никогда вы Его исповедуете Тогда вы от Него избавляетесь Аминь Поскольку Бог не настроен держать Его против вас Он не настроен бичевать вас им Осуждение никогда-никогда ничего не меняло Вы можете бичевать себя за один грех 50 лет И это так ничего и не изменит Вы просто будете себя бичевать Но когда вы верой Предстанете перед Ним И исповедаете этот грех Он, будучи верен и праведен Простит нам грехи наши И очистит нас От всякой неправды И после этого Говорите Слава Богу, у меня это есть У меня это есть Я хожу в Его благодати Аминь Стоило сегодня утром встать и прийти сюда Хвала Господу Аллилуйя Откройте книгу бытия Обратите внимание на следующее Давайте откроем 14 главу Это было когда Старый Кедор Лаомер Кедор Лаомер Злой Царь Деспот Жестоко правил над всеми И он совершил ужасную ошибку Он взял в плен Лота Плохой поступок И вот на что я хочу обратить ваше внимание Относительно благословения Авраам Взял 318 вооруженных человек Которые работали на него В его доме В Писании сказано Что это были обученные люди 318 Обученных в благословении людей У которых есть тактика О которой Старый Кедор Лаомер Никогда не слышал И его армия никогда не думала О такой тактике Фактически Это была ночная тактика Авраам И его люди Были повелителями ночи И они привели самые большие Экспедиционные войска Которые были известны 318 человек Более того Они принесли все свое имущество Обратите внимание На следующее Давайте перейдем К 17 стиху 14 главы книги Бытия Когда он возвращался После поражения Кедор Лаомера И царей бывших с ним Царь Содомский вышел ему Навстречу в долине Шаве И послушайте Что Авраам сказал тому царю Поднимай руку мою к Господу Иначе говоря Он мой источник Я в завете с Богом Мне не нужно ничего Что у тебя есть Я не хочу ничего Что у тебя есть Бог мой источник Ты не имеешь никакого отношения К моему процветанию Ни к их богатству Ни к этим людям Я в завете со всемогущим Богом Чтобы никто не сказал Я обогатил Авраама А Авраам был очень богат Землей, скотом, золотом и серебром Богатый Это не оскорбление Богатый этого мира В этом мире Вот оскорбление Помните, что написано В 72-м псалме И вот Эти нечестивые Благоденствуют веки сём Умножая богатство Они умножают богатство Для себя И что сказал Иисус? Даже не думайте об этом Выбросьте это из головы Мой небесный Отец знает Что вы имеете нужду во всём этом Я ищу Твоего плана Твоих путей для моей жизни Я ищу прежде всего этого Господь И сейчас происходят вещи Которые влияют на нас Влияют на моих партнёров На эту страну На другие страны Во всём мире Это происходит не только В Соединённых Штатах Америки Это неразбериха происходит Во всём мире Потому что Этот социалистический принцип «Живи на то, что отобрало другого» Действует на всей планете Кроме нашей с вами жизни И таких же верующих Как мы Я молюсь Господь Что я делаю? Я ищу прежде Царства Божьего И Его праведности Его пути правильны В притчах сказано Есть пути, которые кажутся человеку прямыми Но что? Но конец их Путь к смерти Это приведёт к смерти Почему? Потому что Эта система мёртвая И она рушится И если человек В конечном счёте Уповает на неё Он упадёт вместе с этой системой Но вы не обязаны Оставаться вместе с ней В этом положении Возможно, вы сегодня Об этом узнали Двери открыты, партнёр Входи Мы выведем тебя оттуда верой Но по мере того, как экономика Улучшается А она улучшается И улучшится Поскольку в Соединённых Штатах Больше людей Отдающих десятину Чем, наверное, во всём остальном мире Вместе взятом И поскольку мы верим в это Нельзя возвращаться К прежнему образу жизни и говорить Если мы снова попадём в беду Я, конечно, снова вернусь к своей вере Перестаньте Вы же не хотите снова жить В грязи для скота В то время, как можно прийти За стол Божий И всё время питаться за ним Да А что произошло с Исааком Когда наступил голод? Видите, Авраам пошёл в Египет Но вы должны помнить Что в то время Авраам не знал ничего лучшего Он только учился ходить верой А вот его сын Исаак Уже был воспитан человеком Который много-много лет ходил И когда настал голод Он пытался поступить так же Как и его отец Поскольку он знал Что так поступил его отец Он отправился в Египет Но Бог сказал Нет, нет, не иди туда Ты мне нужен здесь Я позабочусь о тебе Зачем он ему был нужен там Был голод А вот почему Бог нуждался в нём там Посреди голода Он был точкой контакта для Бога Чтобы положить конец тому голоду прежде Чем он убьёт множество людей До этого нетрудно догадаться Но к этому начинает Применяться религиозная идея Ну видите ли, брат Бог знал, что будет большое изобилие В Египте Именно поэтому Он послал туда Иосифа Причина, почему в Египте Было такое изобилие В том, что там был Иосиф Если бы его там не было Они бы умерли Они бы умерли от голода Почему? Никто не знал, что означает тот сон Но план Был в благословении Не просто в толковании того сна А план в исправлении ситуации А это всегда благословение Иосиф был благословлён И вот Он пошёл и начал Выкапывать колодцы Которые уже высохли И они снова наполнились водой Он выкапывал колодец И там появлялась вода И тогда кто-то забирал у него колодец Он шёл дальше Откапывал другой колодец И его тоже забирали Обратите внимание Он не сказал ни слова об этом Он просто выкапывал колодцы Зачем? Это была его работа тогда Больше никто не мог добыть там воды И он выкапывал ещё один колодец Они его забирали И Бог сказал Пойди туда На другой край долины Он пошёл туда И нашёл подземную реку Текла вода Они забрали его реку И тогда он выкопал колодец И они оставили его в покое Почему? У них была вода И всё начало цвести Они думали, что голод закончился И снова Возвращаясь К комментариям Ветхого Завета Вне сказано, что причина Почему к нему пришёл Авимелех И силы выставил Исаака из той земли Было в том, что Его имущество Имущество Исаака Стало больше, чем царский дворец Помните, в Писании сказано Что он сеял во время голода И получил в тот год ячменя Во сто крат Так благословил его Господь Найдите еврейский перевод И обратитесь к симфонии Найдите эти слова Там буквально сказано И тот человек стал очень богат И он пошёл и стал чрезвычайно богат Благословение Господне Почему? Он сохранил в живых целый народ Он думал, что голод закончился И они выгнали его Пора его выгонять И мы просто возьмём то, что у него есть Едва ли Потому что комментарии говорят о том Что когда они выгнали Исаака Колодцы засохли Бог не пришёл туда и не говорил Вы не поступите так с моим мальчиком И перекрыл все колодцы Нет, нет Это благословение было причиной тому И когда благословение ушло Голод остался Он всё ещё был там Проклятие продолжало действовать И они быстро поняли Эй, мы сами себе всё испортили И в исторических источниках говорится Их плодовые деревья Перестали плодоносить Всё вернулось Всё вернулось Голод взял верх И всё погибло И всё погибло А Вимелех Взял с собой лазущика Военачальника Он взял летописца Он взял своего самого доверенного члена парламента И личного друга И пошёл к Исааку Он взял своего военачальника Потому что хотел заключить с Исааком завет И показать Отныне Этот человек будет защищать всё твоё имущество Так будто ему это было нужно Но так они пытались Втереться в его жизнь И они говорили об этом Они это обсуждали Они организовали пир по этому поводу Но никогда не заключайте завет После того, как человек выпил вино Подождите до следующего дня Это закон завета Не заключайте завет С человеком, у которого затуманен разум На следующее утро Они за пиршеством Заключили завет И Ави Мелех сказал Пусть все знают Что твой Бог Это благословение И ты его человек И теперь ты наш брат Ты должен нас благословлять То же самое происходит и сегодня И вот кто вы Вы благословенный мужчина Вы благословенная женщина Вы должны процветать так Как не может себе представить этот мир Чтобы они смотрели на вас и говорили Как вы это делаете? А вы улыбнетесь и скажете Будь благословен, брат Десятая глава книги притчи Посмотрите 21 стих Уста праведного Пасут Или питают Многих Ваши слова веры Активизируют благословение Которое будет питать людей Мы на задании Мы солдаты армии Господа Если Бог посылает вас В какое-то пустынное Несчастное Забытое место Это потому что Вы ему там нужны Но ему не нужно Чтобы вы Оказавшись там Стали так же несчастны Он предполагает Что вы туда поедете И будете проповедовать Благословение Пока это место Не станет процветать так Что это будет превосходить Все ожидания И он тогда Приготовит для вас Другое место Куда поехать Но он не предполагает Что вы должны жить там В нищете Только потому что Они разорены и бедны Нет-нет Вы посланник Благословения Божьего Вы посланник небес Проповедующих Слова с небес Аминь И ваше процветание Будет благословлять людей И помогать им Ставить их на ноги Давать еду им на столе Тем временем Пока вы будете учить их Жить так Как живете вы Затем Когда они вырастут И пойдут сами Вы можете ехать дальше Аминь Вот в чем суть Ездить по всему миру И проповедовать Что? Евангелие А что такое Евангелие? Я знаю, что это благая весть В чем она заключается? Кажется, я получил 35 разных ответов Только из этой секции Хорошо, откройте это Мы узнаем, что такое Евангелие У вас есть право это знать Вы должны проповедовать его У вас есть право узнать Что это такое Посмотрите послание Галатам 6 стих Так Авраам поверил Богу И это вменилось ему в праведность Познайте же, что верующие Суть сыны Авраама И Писание Вначале было Слово И Слово было у Бога И Слово было Бог Оно было вначале у Бога Все через Него начало быть И без Него ничто не начало быть Что начало быть И Писание Слово Божье Провидя Что Бог в верою Оправдает язычников Предвозвестило Аврааму Или же, как сказано В одном из переводов Проповедовало Евангелие Аврааму В тебе благословятся все народы Итак, верующие Благословляются С верным Авраамом Проповедование О благословении Вот благая весть Вы больше не должны быть бедными Вы благословлены Почему Иисус пошел на крест? Давайте прочитаем и выясним В 13 стихе Послание Галатам 3.13 Христос Искупил нас От клятвы закона Сделавшись За нас Клятвою Ибо написано Проклят всяк Висящий на древе И видите Дальше стоит слово Дабы Оно означает Для того, чтобы Проклят всяк Висящий на древе Для того, чтобы Благословение Авраамова Через Христа Иисуса Распространилось На язычников Чтобы нам получить Обещанного Духа Верою Чтобы что? Чтобы Благословение Авраамова Могло прийти На язычников Чтобы оно могло Прийти на народы Благая весть Вот в чем Иисус пошел на крест Став за нас проклятием Чтобы благословение Авраамова Могло Прийти На всех Нас И в этом Благословении Есть Спасение Рождение Свыше В этом Благословении Есть крещение Духом Святым В этом Благословении Есть дары Духа И в этом Благословении Есть божественное Здоровье Божественное Ссиление Которым Дарованы нам Великие И драгоценные Обетования Дабы вы Через них Соделались Причастниками Божеского естества. Слава Богу! Неудивительно, что это благая весть. Иисус пошел, пострадал в аду, чтобы дать это вам. Это благословение. Это самое важное в Библии. Господне благословение. Почему? Почему это так важно? Все мы, каждый из нас занимается недвижимостью, так сказать. Мы готовим эту планету. Бог готовится переехать. Папа переезжает со своими детьми. Да. Я кое-что вам скажу. Это тот случай, когда я очень рад, что Папа приезжает сюда. Заходи, пожалуйста. Хвала Господу. Аминь. Единственное, что когда он переезжает, он делает это шумом. Он будет перемещать целые города. Вы можете представить, кто-то живет в Нью-Йорке и решает переехать в Чикаго. И забирает с собой целый Манхэттен. Небеса намного больше. Они занимают не только около трех тысяч квадратных километров, а не три тысячи километров высоту. с воротами и оградой, покрытые драгоценными камнями. Каких вы никогда еще не видели. И это будет всего лишь забором вашего полисадника здесь на земле. И мы готовимся к переезду Папы. Мы готовимся. Аллилуйя. Вот что мы делаем. Мы благословляем и подготавливаем это место. А все остальное, что происходит в этом мире, что кажется таким серьезным и таким плохим, всего лишь второстепенный вопрос. Люди, вот что главное. Посмотрите в девятую главу Книги Бытия. Мы читаем. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и делайте что? Наполняйте землю. Наполняйте землю». Когда он сказал это Адаму, на земле не было проклятия. Теперь он говорит это Ною, Симу, Хаму и Иофету. И на земле есть проклятие. Так что благословение намного сильнее проклятия, поскольку проклятие разрушает, а благословение наполняет. В чем работа благословения? Благословение должно сохранить Эдемский сад. Была ли в саду какая-то болезнь или немощь? Нет. Божественное исцеление – это часть благословения. Аминь. Была ли там смерть? Нет. Тогда спасение из смерти в жизнь является частью благословения. Была ли там нищета? Нет, нет, как раз наоборот. Божественное процветание является частью благословения. И когда вы начинаете ходить в вере, полагаясь на это благословение, когда вы будете действовать так, исследовать Писание, а не вавилонской системе, вы перестанете обращать внимание на эту систему и начнете следовать этому. И через некоторое время вы начнете благословлять тех, кто оказался в ловушке у этой вавилонской системы. В этом суть Библии. Обратите внимание на следующее. Почему Ной был благословлен? Как Бог был связан с Ноем? Он был связан с ним в Завете. который назывался Заветом Радуги. Аминь. Он был связан с ним Заветом. Ной должен был принять решение быть в Завете с Богом. И благодаря этому решению было принесено благословение. Вы меня слушаете? Бог благословил того человека и его сыновей. Хам и Иофет сделали с благословением то же, что и Адам, избавились от него. они создали вавилонскую систему, и все завершилось вавилонской башне. Это система, которая и сегодня существует. Заключается в том, что человек пытается восполнить свои нужды без Бога. Это просто. Вот в чем суть системы. Если свести это к общему знаменателю, обобщить это, начиная с вавилонской башни, это видно уже в вавилоне. Это тот факт, что они решили не использовать для строительства камни, а начали использовать кирпичи. Бог использует камни. Мы не кирпичи в Доме Божьем. Нас называют камнями в Доме Божьем. Почему? Все камни разные. Бог возвеличивает каждого человека как уникального, как Он Сам. Он любит каждого. Они все уникальны и прекрасны в Его глазах. И так было до основания мира. Он знал вас до появления мира. Он знал вас по имени. И в Его глазах совершенство. Я хочу, чтобы те, кто вступает сегодня с нами в партнерство, встали на ноги. Отец, во имя Иисуса, я молюсь. Я принимаю, я благословляю всех своих партнеров сегодня в этом зале. И те, кто смотрит сегодня по телевизору, интернету. во имя Господа Иисуса Христа, Отец, я молюсь за тех из них, у кого нет работы. Возможно, они потеряли ее, возможно, их уволили, и они ищут новую работу. Господь, я прошу Тебя дать им возможность найти самую хорошую работу, которая когда-либо была в их жизни. сведи их с этой работой вместе. Я воздаю Тебе хвалу и благодарение за это. И Господь, а пока позаботься о них финансово превыше всего, что они когда-либо знали. Ты наш источник, Господь Иисус. У нас нет иного источника. Ты этот источник. Ты источник нашей жизни и всего, что имеет к ней отношение. И, Отец, я прошу за всех моих партнеров, которые на кого-то работают, дай им благоволение. Я прошу Тебя дать им идеи, мысли, концепции, понимания. Я прошу Тебя дать им повышение и продвижение. В Писании сказано, что повышение приходит свыше. Отец, я прошу Тебя за всех моих партнеров, у которых есть свой бизнес. Дай их бизнесу процветание. Дай им ответы в том, что касается вопросов здравоохранения. Показываем с Небес специальные программы. Даваем ответы, которыми они могут делиться с другими людьми. Показываем, как благословлять людей, чтобы они процветали. И мы воздаем Тебе хвалу и честь за это. И когда люди будут их спрашивать, как вы это делаете, они будут отвечать, Господь Иисус Христос, мой Господь и мой Спаситель открыл нам это. И Бог наш восполняет все наши нужды. Он дает нам все для наслаждения. И мы благословлены. Мы благословлены. Отец, мы просим за всех наших партнеров, которые находятся в служении. О, дорогой Иисус, мы просим, чтобы Ты помог их служением расти, как никогда раньше, процветать, как никогда раньше. Дай им партнеров, собирай вокруг них людей и давай им умножение, как они дают умножение своим партнерам. Давай им помазание, давай им слова освобождения и силы, слова с небес, понимание с небес. Мы прославляем Тебя и благодарим Тебя за откровение в то время, когда этот мир отчаянно нуждается услышать от Бога. Отец, мы с Глорией молимся, чтобы всю награду, все благословение, небесное и земное, которое мы получаем от проповедования этого Евангелия, получили в равной степени и наши партнеры небесные и земные благословения за каждую спасенную душу, за каждое исцеленное тело, за каждый спасенный брак, за каждого человека, который пришел к Иисусу, за все, что происходит по всей земле, благодаря проповеди Слова Божьего через это служение. Я прошу Тебя дать моим партнерам награду за это. И все наше процветание, весь наш рост, все сверхъестественные проявления, все умножение, всю благость и чудеса, мы приписываем это все несравненному имени Иисуса. Вы обратили внимание, что мы с Глорией много об этом говорим? Я изучаю это вот уже сорок, пять, с половиной лет. За все эти годы это уже стало частью моего существа. До того, как я познал Иисуса как Господа моей жизни, для меня очень отталкивающим было это религиозное попрошайничество, религиозное выманивание денег. Много лет назад я знал, что они просто пытались выманить у людей деньги, используя лишь немного библейских писаний. Это был своего рода шантаж. И когда я пришел в служение, говорю вам, я не хотел иметь с этим дело. И это было хорошо. С пожертвованиями? Да. Я не хотел иметь никакого отношения к этому. Я сказал Господу, мы с Глорией можем согласиться и верить Богу о доходе, но я не буду собирать пожертвования. Я не хочу в этом участвовать. Бог сказал, нет, ты впадаешь в другую крайность. И Бог сказал, то, что я дал людям, извратилось. Есть правильное пожертвование. Принимайте пожертвования так, как я скажу. И моим первым вопросом было, зачем? Для чего тебе это нужно? Это начинается с первой книги Библии и продолжается до последней. Почему? И среди прочих мест вы можете найти ответы к этому вопросу в послании Галатам. Этим Бог постоянно хотел сказать что-то своему народу. И у них должен был быть ответ на его запрос. Вот что я хочу для вас сделать. Он делал свой шаг и говорил, хорошо. И их задачей было принять это и принести ему что-то от себя. Чтобы почтить его. к чему Бог стремится. Он ищет взаимоотношений по завету. Поскольку в это вмешался сатана. И Бог действительно дал свое слово насчет определенных вещей. Адам создал такую ситуацию, что если человек не приходил к Богу, у Бога было препятствие сделать что-то существенное в жизни человека. пока не пришел Иисус и не положил этому конец. Иисус был жертвоприношением Бога. Да. И что происходит в ответ на это? Мелхиседек принял десятину Авраама и благословил его. Это процесс. Бог обещает. А мы принимаем это и отвечаем Ему. Бог, дающий Бог. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Таков Он. Он движет нами. Мотивирует нас поступать так же и практиковать это. Чтобы это оживляло наш дух и усмиряло нашу плоть. Плоть становится очень зависимой от вещей. И когда она такой становится, тогда ваш дух оказывается буквально в плену вашего эгоистичного плотского разума. И поймите вот что. Это постоянный процесс от Бога к нам и от нас к Богу. В послании Галатам говорится о плодах духа и о плодах плоти. Плоды духа это любовь, радость, мир, благость, кротость, доброта. На таковых нет закона. И когда эти силы приходят в действие, у сатаны нет закона греха, болезни, немощи. Ничего такого. Что может победить эти силы? Разве это не... Это сильно. Это сильно. Не правда ли? И обратите внимание вот на что. В шестой главе послания Галатам он говорит, наставляемый словом делись. Это слово в оригинале означает двухсторонний процесс. Делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог по ругам не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою. И он перечисляет все. Все победы плоти. Все, что будет происходить от плоти, если вы так поступаете. А Сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Жизнь Божью. То есть любовь, радость, мир, благость, кротость, долготерпение и все, чем является Бог. Так что делает Бог, когда проповедуется Слово Божье. Бог дает вам свое слово. Он помазал кого-то дать вам его слово. И он создал среди нас партнерство. Когда я даю вам, а вы даете мне, когда мы партнеры и работаем вместе, что происходит? Наш дух растет и проявляется жизнь, Зоя, Божья жизнь в нашем духовном существе. В нашем духе проявляется Бог и вследствие этого это проявляется в нашем теле, через исцеление и все остальные блага. И потом это влияет и на финансы. Это процесс. И именно поэтому Господь сказал мне, не отрезай это. Он напомнил мне, как апостол Павел просил прощения у одной церкви, говоря, я не дал вам возможности, хотя мне следовало. Я каюсь в этом. Так что суть в этом. Слава Богу. Аминь. Отец. Спасибо тебе, Господь. Открывай твоим людям, кого из них ты призываешь быть партнерами с этим служением. Отец, возможно, есть люди, которых ты призываешь сеять в это служение, и они еще не находятся в посвященных партнерских отношениях с этим служением. но они слышат через него твое слово. Спасибо, Иисус. И ты призываешь их сеять определенную сумму в это служение, а также молиться. Открой каждому из них, какова их часть. И мы благодарим тебя за это, Отец. И мы молимся о благословении Авраамовым, чтобы то самое благословение и помазание Иисуса из Назарета, нашего Господа и Спасителя, текло в их дома, в их жизнь, в их бизнес, в их семьи. И если у кого-то из них члены семьи еще не находятся в Царстве Божьем, сделай так, чтобы они прибежали и просто влились с Него. Сделай так, чтобы они сегодня связались со своими родителями, со своими детьми, и любовь Божья возрастала в этой семье. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Ваше пожертвование остается в том регионе, в офис, которого вы его посылаете. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, оно не идет сюда. Оно остается и работает там, где живете вы, чтобы развиваться и служить вам так, как если бы там с вами были мы. Спасибо за то, что были с нами. Если вы хотите заказать наши книги, воспользуйтесь информацией на экране. Спасибо, что были с нами и за то, что являетесь нашими партнерами. Слава Богу. Во имя Иисуса. До встречи. А пока это каната Глории Копланд напоминает вам, что Бог любит вас, и мы любим вас, и Иисус Господь. Господь. Продолжение следует...